Мы начинаем КВН. Со сцены звучат эти слова и стартует четвертый сезон Ивановской областной лиги юмора. На сцене 10 команд из нескольких регионов. Иванова, Владимира, Ярославля, Суздаля, Мурома. КВНщики вообще шутят у нас обо всем и по-разному. Есть, конечно, специфика, например, ивановцы могут пошутить и про иванских политиков что-нибудь. Но в общем и целом это все-таки молодежный студенческий юмор, это все-таки основа нашего КВНа. И команды, которые у нас участвуют в играх лиги, в основном студенческие. От Большого КВН Ивановская лига отличается существенно. Столичные команды ищут разнообразие, предпочитают много петь и танцевать на сцене. Ивановские ребята, по мнению президента региональной лиги КВН Алексея Волкова, тяготеют скорее к классическому юмору, шуткам и миниатюрам. Темы для острот в этом сезоне злободневные. Олимпиада в Сочи, естественно, конечно же, в принципе. Ну так-то или какие-то студенческие. В данном случае в нашем сегодняшнем сезоне, в этом году сезоне, тема студенческая. Поэтому мы больше ориентируем материал на студентов. Студентов, исходя из специфики выступлений, веселят походы в клубы, службы в армии, учеба в ВУЗе, спортивные соревнования. В общем, юмор можно найти в любой теме. На Олимпиаде в Сочи лыжники из России заняли весь подсчет пьедестала. Давайте же посмотрим, что происходило за пять минут до финиша. Все, пацаны, давайте решать, кто будет первый. Раз, два, три. Раз, два, три. Ага, я чемпион. Блин, я приеду ищу. У команды сельскохозяйственной академии из области дебют на большой сцене. Участников 10. Все студенты первых курсов обучения. У нас нет определенного стиля. Мы пока просто начинаем, пытаемся, как нам будет комфортно, как нам будет удобно. Мы хотим посмотреть на зал, как он нас воспримет. А потом уже делать свои выводы после этой лиги. Нас всех трясет, да, мы переживаем, но держимся, стараемся, репетируем каждый момент. Команды должны быть динамичными, яркими, самобытными, рассказывают члены жюри. Их юмор должен запоминаться. Лучший индикатор – реакция зала. Бывают такие команды, у которых, может быть, и не очень смешные шутки, но они динамичные, все в темпе, в ритме, огонь в глазах. Такие команды, конечно, всегда чуть больше получают оценку, чем просто даже кто-то придет, хорошо отчитает, и не смешно, хотя шутки хорошие. На фестивале нет оценок. Жюри лишь помечает для себя, какая команда наиболее нравится зрителям, чьи шутки самые острые. Тем не менее, поощрение для участников все же есть. Куба главы города в этом году достался Ивановской команде две полоски. Самый необычный случай у стоматолога. Ага! Ага-га-га! Болят, суки! Конечно, болят! Но потому что лечить вовремя надо было. Вот меня вовремя не лечили, смотри, что со мной! Гран-при получила команда Владимирского государственного университета. Следующие четверть финальной игры запланированы на конец весны. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова